Спрашивая читательница, когда я была маленькой, я совершила тяжкий грех, убила бы сонка, но с упорной через совесть, возможно ли мне теперь, пусть как не искупить все тяжкие грехи? Бывает так, что детский грех, какой-то очень выразивший впервые, запоминается на всю жизнь. Человек еще не привык к несправедливости окружающего мира, потому что кто-то умирает, кто-то терпит страдания, и вот этот грех, оставшись в память, тогда на всю жизнь влияет, потому что вы его помните очень хорошо, значит, не чистый человек, не испорченный жизнью человек, но, конечно, вам Господь этот грех простит или уже простит, в царство, в каянии, выспомните, если вы еще его не изнаете, то обязательно изнаете все его. И веру, и плавная веру, и Божие прощения, и Господь освобождает нас от вины, за гораздо более даже всякие грехи. Да, мы убиваем животных, и на клае она делается ради нашей пользы, я столько и не стоил для пользы человека, употребляя животных в пищу в том числе, но бесценно, а тем более ради жестокости, убивать не нужно даже самую мелкую кожу рекламу. Мы знаем, как сегодня некоторые подростки убивают за своей якобы смелостью, истязая животных, а подумали бы о себе, что с ними может быть, если какой-то злой человек, какая-то злая сила начнет к ним с такой же жестокостью, показной, правадой и жестокостью относиться. Еще раз, веруйте в Божие прощения, да простит и помилу, и Господь освобождает. Субтитры создавал DimaTorzok